Своё выступление я, наверное, хотела бы начать с вопроса. Вот честно так, поднимите руку те, кто считает, что они профессиональны в сфере деятельности, которые вот они что-то делают. Поднимите руку, пожалуйста. То есть вы уверены, да? Конечно. Как-то не уверены. Я бы хотела оставить вот этот вопрос, видать, до конца, может быть, моего выступления в атмосфере, а может быть, чтобы каждый честно немного ответил себе на него, и потом, возможно, что-то начал делать, а возможно и нет, видимо, разные. Вот. А почему я говорю об этом? Потому что тема сегодняшнего выступления, как уже сказали, дефицит профессионализма. И как мы с вами, здесь сидящие, можем это выиграть? Собственно, так как я являюсь свежим специалистом в области китайского языка, поэтому многие примеры о нашем незгладимом успехе и нашей удаче я буду приводить вот именно из этой области. Расскажу, как нам на самом деле несказанно повезло, если мы, например, этого не знаем, до сих пор и вопросы задаем. Вот. Согласитесь, каждый день происходит что-то такое вот, что кто-то делает что-то из рук вам плохо, из рук вам непрофессионально. Вот, например, заходите вы в автобус и вам не 13 рублей, а 17 отсчитали. Или заходите вы в банк, сидит девушка, и вы понимаете, что вы реально лучше знаете, чем вот она там что-то заполняет сама по себе. И так вот не один раз происходит, а так происходит большое количество раз в течение нескольких дней, месяцев, лет и так далее. Вот. И все это я к чему? Почему? Потому что в последнее время я стала очень часто слышать, что вот профессионалы области китайского языка, они так уж и хороши в среде, в Новосибирске. Не очень приятно, конечно. Ну, а все это происходит дело почему? Потому что, наверное, каждый из нас не так уж и много времени уделяет мелочам. Мелочи, они такие своеобразные козыри в наших руках. Вот. Что, например, касается китайистов, людей, которые учат китайский язык. Для того, чтобы стать профессионалом в этой сфере, нам нужно... Многие, кстати, кто учат язык восточный, они со мной согласятся. Нужно изучать язык, ну или хотя бы поддерживать его каким-то образом, смотреть какие-то видео, читать газеты, там, все что угодно. Хотя бы пару-тройку часов в день. По несложным математическим подсчетам, а нас этому школьному учили, то это где-то 21 час в неделю. Думаешь, ну так, ну ладно. А помимо этого, наверное, стоит читать книги, чего многие наверняка не делают. Читать книги можно разные, а лучше читать специализированную литературу по истории, культуре, религии, философии, страны, на которой вы специализируетесь. Чтобы было бы не сказано хорошо. Так вот, почему уровень специалистов не так уж хороший? Потому что люди этого просто элементарно не делают. Хотя, казалось бы, посмотреть там видео на ютюбе или на китайском языке, в принципе, ну очень-то и сложно. И для того, чтобы понять, какова разница, каков этот контраст между людьми, которые уделяют внимание мелочам или нет, мы поймем два персонажа. Первый персонаж очень такой, ну, может быть, приятный, яркий, красочный. Думает, ну вот, я получил что-то там в своем высшем учебном заведении или не высшем, этого достаточно. Хожу на работу, деньги получаю, все окей. Книжки, ну да, можно почитать книжки, может быть, парочку даже публицистического характера, потому что через месяц выйдет мой любимый фильм, там по этой книге будет снят, очень здорово. Скорее всего, он не особо напрягается в развитии своих способностей в области китайского языка. Ну и по согласному большому анализу, по счету, зарплата такого человека, как вы думаете, сколько? Пятнадцать. Около пятнадцати тысяч рублей в месяц, правильно. Вот, взглянем у второго человека. Приятный, он куда-то ползет, что-то делает, постоянно чем-то занимается. Такой человек, скорее всего, будет читать книги, о которых мы уже сегодня говорили, ну хотя бы на 30-40 минут в день его приоткроет и что-то из нее для себя возьмет. Это, кстати, не так уж и сложно. Озон, там еще какие-то сайты очень для нас открыты, можно делать все что угодно, и в интернете очень много бесплатно. Он пользуется этими ресурсами. Что делает еще? Человек, он, скорее всего, понял, что есть бесплатная возможность съездить на какую-то стажировку. Если мы говорим о китайстах, то, скорее всего, он даже куда-то съездил, что-то сделал, учил язык, ну и, в принципе, даже хорош. Этот человек общается с коллегами. Многие, кстати, этого не делают, потому что думают, вот, а я сейчас вот ему вот это вот расскажу, а он тоже будет вот это делать. А этот человек открыт. Он делится, он рассказывает о том, что он делал, либо будет делать. И, скорее всего, такой человек будет одной из движущих сил, если не главной, в компании, в которой он работает. И будет приносить большой доход, да? Допустим, если мы говорим о коммерции, либо говорим о науке, там какие-то знания соответственно. И, как вы думаете, зарплата такого человека примерно в месяц сколько? 15. Это неправда. На самом деле, это 45-50, и это чистая правда. Как бы смешно вам не казалось. А почему это сейчас происходит? Потому что люди, на самом деле, немного-то всего и делают. Ну, здесь мы, конечно, приводим второго персонажа, да не студента, там, второго-третьего курса, а человек, который движется, который занимается этим постоянно. Ну, и что касается волочей, вот такая забавная картинка на экране. Это лица меня и моих однокрупников где-то в курсе на третьем. Почему произошло вот такое смещение на лице? Потому что наш преподаватель, старший, она решила провести эксперимент. Провести эксперимент и заставлять бедных детей переводить неадаптированные тексты. С китайского языка. Логично. Чтобы объяснить вам степень поступка, я скажу вам, что на третьем курсе вы не то чтобы там переводить научную, литературу, художественные тексты какие-то, может быть, или документы, не дай бог. Вы даже не можете объясняться на обычные темы с китайцами, если они вас попросят. А если спросят, ой, это, наверное, три месяца лучше китайский, да? Такие, да, конечно. Вот. Ну и, собственно, эксперимент этот закончился тем, что мы каждый день в среднем в течение часа тратили свое время на то, чтобы переводить неадаптированные тексты. Прошло какое-то время, мы росли, эксперимент расширился, мы получили какое-то улюбление. И в конце концов все закончилось тем, что вот, будучи такими людьми активными, многие из нас уже около года и даже больше, они существуют на рынке труда. И что самое интересное, они не хуже многих тех, которые там уже давно. Так же, что касается мелочей. Ну, мы-то предположим, что у нас в городе где-то шесть вузов, которые выпускают специалистов со знанием китайского языка. Кстати, я сегодня узнала совершенно неожиданно, что есть еще один. Вот. Ну, наверное, тоже хороший. Где-то девяносто человек, да, выпускается каждый год. Пятьдесят процентов без этого, согласно статистике, профессии не работают. Потому что, ну, считают это не перспективным или не развелись и так далее. Еще пятьдесят процентов из этих людей, они не занимаются саморазвитием. Они считают, что, в принципе, этого вполне достаточно. То, чего они там получили и вот входят за свои пятнадцать тысяч и так далее. Вот. Ну, собственно, такая ситуация, она к чему ведет? Потому что людям нужно обращать внимание на мелочи и развиваться ежедневно. Это очень необходимо. Хотя, может быть, вы не думаете об этом, но это, безусловно, важно. Это как позыри в наших руках. Мы их, может быть, запихали куда-то себе давно в руках, но мы про них забыли. И подумали, что да и не нужны они вовсе. Или они не работают. Я попробовала. Я такой вот скептик. И пользоваться этим больше никогда не буду. Ну, а очень даже зря. Потому что стать переводчиком даже приличного уровня, если вы уже влюбились в эту профессию. И не говоря о том, что нам нужно делать то, чего нам преподают в университете, 4 физики или еще чего-то. Нужно просто любить свое дело. И если вы его полюбили и прикладываете руки к таким мелочам, то вы, безусловно, получите результат. Помимо этого, очень часто слышу, что профессионал вообще, в принципе, ну зачем им быть, спрашиваешь человека. Он такой, да, может быть и не надо. Мы нормальные. Я такой же, как и все. Вот буду, как и все. Это, в принципе, хорошо. И большего-то и не нужно. А примера в жизни тоже нет. Но это очень даже зря. Почему? Потому что есть несколько бонусов, про которые мы тоже забываем. Первый, прежде всего. Это то, что профессионалов разыскивают. Если вы задумаетесь и присмотритесь, полазите по этим же сайтам, по сайтам крупных международных компаний, вы поймете, что у профессионалов у них достойная заработная плата. Вы поймете, что у профессионалов комфортные условия труда. Их окружают люди, которые чем-то похожи на них, и это создает комфортную атмосферу. Бонус заключается в том, что крупные международные компании, которые базируются в России, развиваются, они уже начали перестраивать свои стратегии по поиску персоналов в таком формате, что они подбирают хороших студентов из вузов. Многие, наверное, это уже заметили. Создают какие-то интересные программы с яркими названиями. Менеджерская программа того, сего. И забирают этих хороших людей. Это мы тоже очень чувствуем на себе. Многие, наверное, тоже это заметили. И в-третьих, сложившаяся демографическая ситуация, да и, в принципе, спрос со стороны бизнеса, это, безусловно, основа для того, чтобы начать что-то делать. Таким образом, я бы хотела сказать, что у нас есть несколько безусловных козырей в наших руках. Прежде всего, почему мы отличаемся от других людей? Потому что мы можем развиваться ежедневно. Мы не останавливаемся с вами. Мы что-то делаем. Мы заставляем себя двигаться. Потому что мы знаем, что бродить себя на том, что нам дали два года назад, это совершенно невыгодно, неинтересно. И природа вокруг, она уже давно изменилась. Во-вторых, мы понимаем, что развиваться нужно многогранно. Почему? Да потому что ни одна профессия в этом мире не существует в отдельности. Каждая профессия, она коррелирует с какой-то той или иной областью. И если вы человекоактивный, вы, наверное, это заметили. То есть, например, если ты занимаешься переводом, то ты не только знаешь, как переводить какой-то текст, ты, например, знаешь, как собрать экструды. Я думаю, что немногие в зале знают, как собрать экструды. Что это вообще такое, да? Вот. Помимо этого, у нас есть очень много гуру нашей профессии, какой-либо сферы новосибирские. Ну, может быть, мы кого-то не знаем, кого-то мы случайно увидели, можно погуглить. Но вообще, ну, элементарным гуру может быть ваш преподаватель в университете. Ну, или если вы там в УЗИ не учились, то таких людей найти можно. И никогда не нужно бояться задать им вопрос. Скажите, вот, пожалуйста, вот это то, а я вот не знаю, а вот я бы хотела здесь развиваться. Может быть, есть ли какие-то интересные вещи у нас в городе. И они действительно есть, они существуют, просто мы никогда о них не узнаем. И самый большой козырь, туз в наших руках, это то, что мы с вами достаточно оптимистичны. И не важно, сколько нам лет, на какой физике мы пять лет отучились, и что бы мы там ни делали, понимаем, что всегда мы можем взять себя в руки, начать сегодня, завтра, может быть, через два дня, может быть, там проспаться нам надо, переварить информацию, но двигаться. Двигаться к своей цели, стремиться и понимать, что в сложившейся ситуации, учитывая то, что происходит, мы реально можем добиться успеха в этом дефиците. И сегодня, после своего спича, я бы хотела каждого из вас в зале попросить вот переборать свои лень. Она ведь есть у каждого. Подумать, да, вот у меня времени совсем нет. Да нет, это неправда. Да есть оно время, если научить себя организовывать. Да, к этому не сразу можно прийти. И попробовать каждый день. Вот изо дня в вечер, изо встречи в встречи, изо общения с коллегами, с одним и с другим. Строить вот такого идеального и профессионального себя. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok